Привет, друзья! Меня зовут Григорий Герман. Сейчас будет камин-аут. Я очень люблю иногда посмотреть российские пропагандистские шоу, типа Скобеевой, или глянуть, что там несет Соловьев. Для меня это чисто развлекательное шоу, такое, как комедийный ситком. Но проблема в том, что большинство россиян смотрят его как серьезное информативное шоу, источник информации. Для того, чтобы на кошках рассказать, например, что было смешного и парадоксального в последних выпусках, я пригласил на просмотр украинского политолога Бориса Тизенгаузена. Вот, например, визги об ужасах жизни в Америке. Оставайтесь, будет интересно. Я вообще не могу понять, почему их волнует так сильно шабаши, которые происходят где-то в американских городах. Ну, здесь все просто. То есть, чтобы взгляд россиян отвернуть от той грязи, по которой они ходят, от тех мусора, кучи мусора, которые у них во дворах валяются, от того уровня жизни отвратительного, просто нужно показать, что где-то еще хуже. Помните, наверное, вот это. А вот в Америке афроамериканцы голубей едят. Ну, то есть, это вот про вот это. Это все именно про это. Поэтому, я думаю, кстати, очень благодатная тема. И каждый раз показывать про какие-то там ужасы в Соединенных Штатах, это вообще идеально. И вот эти отряды Путина, эти золотозубые бабки, которые там Байден, помнись, вот эта вот история, это как раз про это. Но, кстати, интересно еще, что у них постоянно происходит вот эта вот какая-то акцентация на гейских каких-то вот, на ЛГБТшных каких-то вещах, на ЛГБТшных каких-то прайдах. И они почему-то очень сильно боятся, что это обязательно должно произойти в России. Есть пример Польши. Страны глубоко католической. Страны, которая в ЕС, которая крупнейший партнер Соединенных Штатов в Восточной Европе, которая демократическая страна, но где почему-то не происходят все эти шабаши, которыми они пугают. А в России обязательно должны происходить. Да, и здесь парадокс в чем заключается. Часть россиян, которые путешествовали по Европе, например, которые любят там поехать во Францию или еще куда-то, они же своими глазами видели, что там все нормально. То есть да, кто кого хочет, тот того и любит. То есть здесь вообще проблем нет. Но почему-то, приезжая в Россию, они начинают верить вот в эти все гей-атаки, ЛГБТ какое-то насаждение. Бомбы. ЛГБТ-бомбы, да. ЛГБТ-распыляющие самолеты. То есть они в это все верят. Знали бы они, сколько у них в правительстве представителей ЛГБТ, то они бы, наверное, ужаснулись. Ну, мы-то не ужасаемся, потому что для нас это абсолютно нормальная вещь. Вот, поэтому это еще одна страшилка. Гей-парад, это вообще для них просто... Я помню, как показывали, у нас был ЛГБТ-марш, и они показывали, боже мой, что они сейчас побегут хватать людей на улицу и обращать в ЛГБТ-сообщество. Ну, серьезно. Я вот его посмотрел, мимо меня они проходили, и ничего со мной не стало. Ну, то есть для россиян это такая очередная страшилка. Они же Европу гей-ропой называют. А с чего вдруг такая акцентация? Вот, ну, откуда это все? Это все от серости, это все от скудоумия, и это все от того, что традиционные ценности, на которых они паразитируют, это вот, значит, обязательно должен быть какой-то бородатый тип, у него должно быть 150 миллионов детей, он должен в избе жить и вот так вот с утра должен молоком вот так себя поливать. То есть вот для них это все вот туда. Плюс церковь, конечно же, церковь РПЦ, оно подыгрывает и постоянно шантажирует и паразитирует на этой теме. Поэтому, ну, для нас, конечно, это дико, что в 21 веке кого-то пугает, что люди могут любить друг друга. Да пусть любят и все. Но россияне, конечно же, люди дремучие, поэтому эта страшилка для них будет вечна. Это так же, как Соловьев, имея уже теоретически, но тем не менее две виллы на озере Кому и передвигаясь на дорогих импортных автомобилях и получая абсолютно несусветное баблище, совершенно серьезно на голубом глазу призывает народ, что да, ну надо работать, пахать надо, говорит человек, который отнюдь не в шахте работает, мягко говоря. Да, не просто не в шахте. Ну, Соловьев-то, конечно, свою кулебяку не зря ест. То есть он один из топовых российских пропагандистов. Но самое интересное, что вот этот вот отвратительный, прогнивший запах, он почему-то так манит детей российских чиновников, что просто вот как они туда, как мухи на мед. сын Медведева, дочь Пескова, сам Соловьев, все эти шейнины, все эти пропагандисты, они что-то прут туда и почему-то им там нравится. Но там они себя ведут абсолютно по-другому. Тот же Киселев, например, в Дубае в этих розовых трусах там расскажет. Чего ты в Дубае? Едет вон в Геленджик и расхаживает там в розовых трусах. Ну, а что? Поэтому для россиян у них своя правда, ну а для себя, конечно же, своя собственная. Ну вот да, вот это вот так. Это то, что как раз тоже хотел сказать, о том, что они создают и моделируют для русского народа одну ситуацию и вещают, и пытаются русский народ погрузить в одну ситуацию. А сами хотят существовать в абсолютно другой. Комфортной, европейской, с бассейнами, с видом на прекрасные озера и с дубаями в розовых трусах, да. Да, с дубаями и с яхтами, да. И с яхтами. Следующий вопрос – это Китай. Да, вот уже не первый раз я слышу из уст этих экспертов в пропагандистских студиях о том, что все у нас с Китаем нормально, все у нас с Китаем хорошо, Китай возвращается, набирает людей больше, чем сейчас. Все в порядке. Если серьезно, то что на самом деле происходит в отношениях России и Китая? Да, они пытаются продать своему телезрителю российскому, что Китай – это большой друг России. На самом деле это не так. Китай – большой друг самого себя. Китай исключительно пользуется тем, что Россия находится в подсанкционном, слабом состоянии, что рынки для России закрыты многие, технологии, что энергоносители, да и прочие ресурсы уже не так охотно покупают. Поэтому Китай говорит, Россия, я твой большой друг, но ты мне продай, пожалуйста, энергоносители по сверхнизким ценам. Вот такие мы друзья. А когда встает вопрос о том, что встретиться бы неплохо Си Цзиньпиню и Путину, Си Цзиньпинь говорит, не, я в Россию не поеду, коронавирус же. Поэтому я отменяю свою поездку. Вот и все, вот она, вся дружба. А действительно ли китайские компании, высокотехнологичные китайские компании возвращаются сейчас на российский рынок? Да я не говорю сейчас о производителях автомобилей, хрен с ними, с автомобилями, да? А вот, например, там, не знаю, производители электроники, потому что электроника – это же продукт двойного назначения, да? То есть есть возможность для России поставлять те же микросхемы для тех же ракет. Да, есть такое, и Китай наращивает товарооборот с Российской Федерацией. Но, опять же, Соединенные Штаты могут сильно погрозить пальцем из-за океана и сказать, Китай, ну давай мы тебе преференции на других рынках какие-то обеспечим, а про Россию ты забудешь. Поэтому Китай боится. И, кстати, вот этот суперразрекламированный россиянам проект «Один поезд», да, который планировал охватить там чуть ли не 4 миллиарда человек, какой-то очень большой инвестиционный. А почему россиянам не говорят, что с начала этого года ноль юаней Китай инвестировал в этот проект? Он его полностью, фактически, заморозил, потому что боится санкций. И Си Цзиньпинь, хитрый лис, хитрый дракон, он хочет переизбраться осенью на третий срок. Поэтому Путина держит подальше и максимально выкачивает все, что может выкачать из России. Ну, опять же таки, когда мы говорим о том, что Си Цзиньпинь, это давайте поясним нашим зрителям, когда мы говорим о том, что Си Цзиньпинь хочет переизбраться на очередной срок, мы говорим не о общенациональных выборах, а мы говорим о какой-то внутренней, внутрипартийной борьбе Китая, в рамках которой ему необходимо вывести Китай на какой-то определенный уровень взаимоотношений с теми же Соединенными Штатами, не с Россией. Да, и там Соединенные Штаты вообще всегда использовали, например, тот же Тайвань как фишку по сдерживанию. Ну, вот интересно, что на самом деле, как бы там ни видела ситуация россиянам, американцы с китайцами, мне кажется, всегда договорятся, потому что самые крупные торговые партнеры это не те люди, с которыми ты будешь ломать горшки, и не те люди, с которыми ты начнешь кидаться в друг друга каким-нибудь там взрывным чугуньем, отнюдь. Это те люди, с которыми ты всегда будешь договариваться, и китайцы всегда на самом деле умели договариваться. Умели, и, ну, это разговор двух мировых лидеров. Россия, Россия пытается сказать, я тоже мировой лидер, но Китай говорит, Россия, ты на себя посмотри вообще, на ВВП, на экономику, то есть в России создают образ мирового лидера, но Россия уже очень далека от этого образа, поэтому скажем им до свидания, и пусть катятся еще глубже. Вот, кстати, еще один любопытный аспект, который будет интересен, может быть, неожиданен для россиян, как рассказывают мне знакомые журналисты, которые в течение длительного времени проработали в Китае, имея там контракт, китайцы ко всем европейцам, вообще ко всем в мире, относятся с достаточной долей иронии и пренебрежения, в особенности в межгосударственных отношениях, потому что Китай это единственная страна, по-моему, в мире, которая имеет более трех тысяч лет непрерывной государственности. С их точки зрения, все остальные временщики, все остальные не стоят никакого особого внимания, исключением может быть только Соединенные Штаты, как самый крупный за всю историю торговый партнер Китая. Так и есть, да, и специфика, конечно, у них, мне один знакомый рассказывал, он с Китаем очень давно сотрудничает, то есть у них мышление другое. Если, например, китайцу положить белый листочек бумаги, дать в руку карандаш и сказать, поставь крестик, он его не поставит, потому что ему надо сказать конкретно, где поставить, в каком углу, какого размера и так далее. А мы раз, чик, ну, то есть это вот такие тонкие моменты, которые показывают, что они другие, у них другая культура цивилизация и восприятие. Да, они адаптировались, но все равно они считают себя вот этой вот супертитульной нацией мировой, а все остальные, вы там менялись, у вас вообще территория от одних к другим переходили, вы там все поперемешались, поэтому давайте. Да и людей у вас мало как-то для того, чтобы с вами серьезный разговор вести. Да, да, это про китайскую армию, разобьемся небольшими группами по 500 миллионов человек. Да, 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 да. Следующий вопрос, вопрос Россия государство террорист. Они много об этом говорят, они много над этим смеются, они много там предполагают, что мы тоже кого-то можем объявить государством террористом, мы вообще можем вести такую же политику. На самом деле, чем грозит России признание Соединенными Штатами РФ государством террористом? Очень просто сейчас, на пальцах буквально. То есть, кстати, признать Россию спонсором терроризма, Зеленский уже неоднократно просил Соединенные Штаты и документ там уже есть. То есть, этот документ на подписи Белом Доме, потому что Конгресс уже свое слово сказал, да, Россия государство спонсор терроризма. Значит, очень просто, все, кто будет сотрудничать с госкорпорациями российскими, с крупным бизнесом, получают уведомление, вы сотрудничаете со спонсором терроризма. А крупные мировые компании не захотят идти на этот риск, потому что тогда за сотрудничество со спонсорами терроризма могут быть введены и вторичные санкции против тех компаний уже белых, чистых, которые свою репутацию долго выстраивали. Поэтому я думаю, что это похлеще будет, чем санкционные пакеты. И массовый исход инвесторов, крупных компаний, он обеспечен после принятия этого документа. Ну то есть фактически тебе приходит уведомление, что ты сотрудничаешь со спонсорами терроризма. Все риски берешь на себя, но в один прекрасный день ты проснешься, все твои счета заморожены. Вот, если просто. Ну и на самом же деле, ну насколько я понимаю, эти убер-санкции, да, назовем их так, страна-террорист, их уже невозможно обойти, так как обходят санкции на данный момент. Потому что одно дело, когда ты работаешь с подсанкционной какой-то компанией, а другое дело, когда ты работаешь с компанией, спонсирующей терроризм. Абсолютно другой уровень ответственности с точки зрения американских контролирующих органов. Ну да, вот достаточно на Иран, например, посмотреть, в каких жестких клещах он находится, санкционных. Хотя даже великая и могучая, в кавычках, Россия ездила у нищего Ирана беспилотник в Россию. И так и не получила, насколько я понимаю. Насколько сейчас говорят разведданные, пока даже американцы признали, что нет данных о том, что Иран согласился передать. Я скажу больше. Решили наверняка действовать. Израиль нанес удар по тому самому заводу по производству беспилотников и по ангарам. То есть теперь Ирану бы себе хватило, а уж не то, что там про Россию думать. Еще одна тема Раскол Америки. Это вообще их любимое. Это то, чему они готовы посвящать целые сутки непрерывного эфира. Раскол Америки. Интересное, что я услышал на этой неделе, это идея о расколе Америки по Штатам. Для неискушенного уха в этом действительно есть какой-то смысл, потому что действительно Штаты в Соединенных Штатах имеют намного больше власти и полномочий, чем условно говоря те же субъекты Федерации в России. Давайте объясним, в чем разница и почему Штаты не развалятся. Да, вот эти влажные мечты про раскол по Штатам, это конечно у них топовая тема. Это абсолютное непонимание того, как устроена политика в Соединенных Штатах. Да, в разных Штатах могут быть разные законы на уровне Штата. Да, в одном Штате может быть легализована марихуана, в другом нет, ну и так далее, то есть со своей спецификой. Но именно поэтому местным властям дали полномочий, потому что они понимают потребности жителей конкретных Штатов. Кому-то нужны, не знаю, дороги, кому-то нужно там что-то еще, то есть они это понимают. И в этом и есть суть демократии, что люди сами принимают решения, воздействуя на руководство своего Штата, что у них должно быть. Вот как у нас децентрализация, грубо говоря. А россияне, которые вообще не понимают, что человек или жители могут голосовать и решать что-то за себя сами, вот они от этого непонимания и думают, что Штаты расколятся, потому что они там как-то что-то неоднородны. потому что если бы им сказали, что люди в ваших областях или где-то в городах могут сами решать, строить дорогу или не строить, детский садик, они скажут, да нет, это же быть такого не может, там же наверху сидит человек, над ним чуть побольше человек, еще побольше, там на самом верху верховное божество, и вот они за нас решают. Я человек простой, у меня мнения быть не должно. вот от этого все. А на самом деле жители, не знаю, штата Пенсильвания могут принять решение о том, что они хотят далее развиваться как самостоятельные государства, то есть может технологически быть произведен этот процесс, процесс развития. Я думаю нет, потому что люди-то там в большей степени адекватные и понимают, что Соединенные Штаты потому и являются государством номер один, потому что они собраны из вот таких мощных, сильных, со здоровой экономикой каждый штат. Поэтому отколоться и сказать мы теперь Мексика-2 или кто-то еще, но это полный бред и в голове только у россиян не может появляться. И на самом деле свидетельством того, что Соединенным Штатам распад не угрожает еще в течение очень-очень длительного времени, может являться также и то, что последние сепаратистские движения в Соединенных Штатах были во времена гражданской войны в Соединенных Штатах. За это время никаких сепаратистских движений в Штатах зафиксировано не было с тех пор. В то время как Россия уже успела два раза развалиться на разные государства. Да, да, то есть они же просто вот эти свои страхи экстраполируют на другие государства. То есть вот они развалятся, у них экономика придет в упадок, санкции, которые вводят, да, они бьют больше по Европе, по Соединенным Штатам, а не по нам. Но тем не менее мы картину видим прекрасно. Они в своем вот этом вот в своей капсуле, которая у них, они двигаются в прошлое, в Советский Союз, они сидят в этой капсуле и ждут, когда развалятся Соединенные Штаты. Да вы подметите улицу у себя, вы просто свою пару депрессивных своих задрыпанных этих регионов восстановите, что вы лезете к нам сюда. С этой точки зрения очень смешно звучат угрозы забрать назад Аляску и даже забрать назад Гавайи, вот как мы только что с вами слышали, забрать назад Аляску, где уровень жизни, ну, мне кажется, что выше, чем даже в Подмосковье, потому что каждый житель Аляски получает ренту от использования недр, от того, что качают нефть и газ на Аляске, каждый житель Аляски получает ренту. И что-то мне кажется, что перед угрозой российского захвата каждый житель Аляски сделает все от себя возможное, чтобы продолжить получать рент от американского правительства, а не от российского. От российского еще и придется доплачивать самому. Если бы была программа по общей разрухе, назовем ее так, то да, тогда России нужно было сдавать успешную территорию, через какое-то время, пожалуйста, разруха, бедность, нищета, все готово, но такая программа только пока на территории России существует. Еще один вопрос, и он на самом деле уже граничится очень-очень серьезно. Любимая, любимейшая тема всех пропагандистов, которая очень быстро находит отклик в сердцах и умах российских граждан. Украина сама виновата. Тут даже обсуждать нечего. Фактаж, потому что фактаж просто натянут как сова на глобус. Это следующая фаза шизофрении. Заключается она в том, что значит, ага, украинцы не хотят в Россию, ладно, тогда придумаем разделение между руководством страны и рядовыми гражданами. Что, мол, руководство само себе придумало, что мы идем в Европейский Союз или в НАТО, а рядовые граждане этого не хотели. Вот, у них не спросили, поэтому мы вернем справедливость. это исключительно потому, что уже нет аргументов объяснить, почему даже на оккупированных территориях наши сограждане их по ночам просто мочат, выпиливают, выжигают. поэтому и эта история про то, что русский мир, они же знаете, что придумали? Они придумали, что русский мир это теперь не только про русскоговорящее население, это некий мир, который может распространяться туда, куда он захочет и даже не на русскоговорящее население. То есть не обязательно захватывать страну, чтобы там были какие-то русскоговорящие. Вот русский мир, он сам бесконтрольно распространяется, мы ему помогаем. Поэтому шизофрения прогрессирует, заявления, например, Лаврова, Захарова, Пескова или еще кого-то, это просто вообще уже никуда не налазит. Лавров заговорил о том, что мы хотим сменить политическое руководство, мы же его выбрали, нет, нет, вы не выбирали, оно там само как-то прилетело, американцы вам его привезли. Это тоже от непонимания того, что люди оказывается могут выбирать кого-то реально на выборах и что украинцы от россиян отличаются тем, что мы можем снести власть, которая нас не устраивает, а они нет. и это на самом деле тоже может быть элементом вот этого отзеркаливания, да, потому что в России как раз народ действительно ничего особо не решает и они отзеркаливают это точно так же на нас. И так как зритель, который смотрит все эти высказывания, весь этот откровенный бред, он действительно понимает, что ну да, я же у себя ничего не решаю, значит и украинцы у себя ничего не решают. И он в это верит. А украинцы тем более ничего не решают. То есть вот они так думают. да, да. Да, совершенно верно. И понять, что на самом деле украинцы, если я не ошибаюсь, более 60%, прямо перед войной проводили социсследование, вы знаете точные цифры, процент украинцев, которые поддерживали вступление страны в НАТО. Да, уже перевалило за 60% тогда, потому что мы же люди европей, европейско ориентированные, нас не пугают европейские ценности, нас не пугают европейский уровень жизни, нас не пугает альянс, который может защищать, то есть когда все страны коллективную безопасность обеспечивают, а Россию, у России везде враги, то есть вот у них даже внутри враги, то есть они создадут внутреннего врага, внешнего врага, все вокруг враги, эта технология, она в принципе рабочая, потому что тогда ты не начинаешь искать врага среди руководителей собственной страны, а тебе говорят, вон Байден, как эти отряды Путина, а не Маска там Байдена, кого еще, Джонсона, ну то есть вот это вражье все это, вот с ними нужно разбираться. Все, спасибо большое.